Здравствуйте, дорогие мои друзья! Что же, сегодня замечательный день. Депутаты, новые депутаты Госдумы вышли на работу. Как говорится, да. Кто-то чешет на работу, а у нас всегда суббота. Да, хочется этим сказать. Но депутаты сегодня почесали на работу. Вступили в свои должности. И представляете, хорошо, люди садятся в кресло, кто-то в старое кресло, говорят, что думские обновили состав депутатского корпуса, что ли, там чуть ли не на 50%. Хотя смотришь, рожи одни и те же. Там в этом как его... Все одни и те же морды. Тот же Валуй там сидит. Тот же Володин там же сидит. И от коммунистов Мельников, по-моему, там он и сидел. Все на старых местах сели. Но сейчас там дележ кабинетов, комитетов, потому что, ну, депутат сам по себе, ну, как говорится, зарплата, льготы, все в порядке, да? Но хочется же больший кусок. Хочется, значит, персональной авто, личные там какие-то добавки, плюс бонусы, чтобы там можно было еще что-нибудь потырить. Потому что, как бы, наверное, девиз этой думы, как помнится, неси с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Ну, не знаю, депутаты несут первым делом, я думаю, ну, новые депутаты осваивают буфет и столовую. Потому что все знают, что там какие-то, ну, хорошие блюда и особые цены. Типа цены еще Советского Союза. Что-то там заливное за ситрины там, за какие-то копейки. Всякие там икорочка, коньячок, все присутствует. Можно выпивать, похоже. В Госдуме можно и нужно выпивать. Потому что, ну, для бессовестных заливать свою эту, как говорится, совесть коньяком и водкой. Ну, или виски. Чем они там заливают? Патриоты водкой, да? А шпионы мирового империализма, если они туда пробрались, заливают виски, наверное. Виски там коньяками. Иксо. Ладно, друзья мои, ну, смех смехом, а все довольны. Я смотрю прямо, Володин, масляная рожа расплылась. Какой кайф. Свою попу опять. А как бы был риск, что соскользнет со своего трона. Нет, удержался. Удержался. Удержался наш этот голубок. Голубец наш удержался. И опять, ну, для Родины это почет, что третья попа государства, этот как его, можно, знаете, и в Европе так говорить, все, смотрите, у нас этот как его, является голубцом, настоящий сертифицированный голубец, без всяких вам это как его, и не говорите, что у нас тут в Россеюшке щемят этих граждан. Наоборот, у нас по всем тюрьмам распространено, Володин вместе с директором ФСИН по всей тюремной системе распределил вот это вот, так сказать, нетрадиционное игрище. Поэтому, знаете, наша страна, похоже, вот в этом плане, в том, чтобы, как говорится, через зад все делать, впереди планеты сей. Здесь, может быть, мы первое место, в отличие от технологий, от запусков в космос, а всего, мы здесь заняли первейшее место, первейшее, благодаря, так сказать, голубому заду этого, этого, Володина, чтобы ему, как говорится, ни дна, ни покрышки. Ну и, знаете, прямо такие сладчайшие новости, что новым депутантам, которых я там, правда, не увидел, новых не увидел, все какие-то старые морды, научили сегодня пользоваться кнопками. Это самое важное дело. Палец и кнопка. Как голосовать? За нет воздержался. То есть вот навык такой приобретается, за сколько вы думаете? На курсы, наверное, надо какие-то сходить. Или так вам сосед скажет, ну что, просто вон свое удостоверение там прикладываешь и кнопочку там пиу-пиу. Но не вздумай нажимать без дела, пока тебе голова там партии и комитета не скажет, что мы все там за, за Путина, за... Не вздумай против голосовать, иначе тебе, мы тебя в этом, в сортире думском поймаем и темную тебе сделаем. Тебе так наваляем, если ты будешь тут это, как говорится, попой крутить, это мимо этого, помимо воли государя. Так что, друзья мои, опасная работа у Думы. Могут и это, как его, и навалять в сортире, могут и это, тоже, как говорится, эти думские эти, они вполне могут, тюремные законы, применять тоже где-нибудь, подловить и это, связать и, как говорится, обесчестить. Так что, друзья мои, в Думе, конечно, может быть сытнее, чем в тюряге, но опасно. Будете, как говорится, борзеть, любого депутата, закатают и изничтожат. Ну, друзья мои, на самом деле, грустно смотреть вот на эту канал, как они довольны, все вот эти лоснящиеся морды, законы, сейчас мы законы примем, мы уже видим эти законы, мы уже их знаем, что ничего хорошего, повышение цен, уже вон там песочница оправдывается, что цены не мы повышаем, это мировая конъюнктура, мы просто так влиты в мировой рынок, поэтому цены у нас повышаются. Тут уж, извините, руками развести мы ни при чем. Наоборот, у нас еще немножко повышаются, а везде прямо растут, только вот песочница вместе с плешивым своим руководителем стоят грудью и защищают нас, иначе бы вообще уж там это картофан, наверное, по тысяче рублей стоил, ну, а все остальное еще. То есть, они нас наоборот сберегают, а мы дураки, только и поливаем этих святых людей, старую эту обгаженную собаками, котами песочницу, ну, его, как говорится, этого, его хозяина. Представляете, вот картина такая, да, вот, выходит хозяин, этот, как его, Вальдемар, гулять, да, вот, гулять, и песочник такой нюхает, да, и лапу поднимает всегда в детской песочнице, что запрещается. А может, и какает там, что тоже возмутительно. Там же дети играют, песочницы, там играют дети. И этому сказать, Вальдемар, ты где своего этого вываживаешь? Ты хоть за ним убираешь? Есть у тебя совесть, ты что ли? И участковому надо, пожалуйста, он тебя штрафовал там, на этот, на один минимальный оклад. Почему твой песочница все время на детской площадке гадит? Все время лапу там поднимает. Ну, ты воспитываешь его, там, отведи хоть это, води где-нибудь в парке гулять. И не забудь мешочек и совочек, чтобы собирать за ним. Ну, ладно, друзья мои. Ну, в общем, да здравствует дума, новая дума, чего она там надумает? И чем она думает? Вопрос. Если, как говорится, руководитель этой думы думает задом, то, похоже, знаете, рыба гниет с головы. А в нашем деле, если вместо головы зад, тем более, такой масляный, голубоватый зад, как у Володина, то, извиняйте, значит, вся дума, соответственно, как бы зашкварено. Как бы сказали в тюрьме, зашкварились. То есть, они как бы это, уже авторитет никак может в такой ситуации. Потому что все ручкаются с Володиным. А это что означает? Спросите у начальника этого в СИНа. Он знает. Все, пока. Пока.